В самом начале 20 века вот в этом здании на бывшей Алексеевской площади располагался музей, экспозиция которого рассказывала о многих преступлениях, совершенных в Самаре и в Самарской губернии. Вещественные доказательства, орудия преступлений и многие другие экспонаты рассказывали о такой истории, про которую не писали и не пишут в учебниках, в котором учатся школьники. Но эта история тоже совершалась на этих площадях и улицах, не давая им спать спокойно. Всюду слышишь только звуки страшные цепей. Всюду видишь полный муки, длинный ряд теней. Например, 11 января 1902 года у крестьянина Самарского уезда Якимова, проживающего на Садовой улице в доме номер 147, была украдена лошадь, стоящая 40 рублей. А вскоре был задержан иконократ, которым оказался самарский мещанин Артамонов. Но самое забавное, что найти похитителя лошади, крестьянина Якимова, помогла одна малюсенькая улика, забытая конокрадом в санях Сивки-Бурки, на которой он решил покататься. Этой уликой оказались рукавицы похитителя лошади. А вот днем раньше, 10 января, трое злоумышленников попытались совершить кражу из магазина «Швец» на Заводской улице. И почти сделали это. Правда, в последний момент их заметил сторож. Одному из похитителей удалось скрыться с места преступления. А вот двоих других сторож задержал. Однако сдаваться задержанные воришки совсем не собирались. Один из них выхватил из кармана револьвер и выстрелил в сторожа, пробив ему насквозь рукав пальто. Но только и сторож был не лыком шит. Так съездил по уху задержанному, что тот лежал носом в сугробе до прибытия полиции. Музей открыли в 1907 году, 14 мая, по инициативе губернатора и его помощника, вице-губернатора Степана Александровича Белецкого. То есть музей был открыт при губернатском управлении фактически. Белецкий сам по себе слыл филантропом, любителем сыска, и большую часть своего состояния он потратил на этот музей. То есть там были различные инструменты для взлома, фотографии преступников и способы их обнаружения, всякие поддельные паспорта, поддельные документы и так далее. В общем, это была своего рода такая современная на тот момент хриминалистическая лаборатория. То есть для дактилоскопии, антропометрии, всякие приемы, там, заливания гипсом следов и прочее. То есть это на самом деле был музей не для развлечения, а для повышения профессионального уровня самих полицейских. Если бы вам пофантазировать музей какой-нибудь открыть, вы бы какой музей в Самаре открыли? Может быть, музея восковых фигур нам не хватает? Известных самарцев с подробностями их жизни? Пять восковых фигур, которые бы вы туда поместили? Ну, фон Вакана, Головкин, Алабин, Субботин, наверное, Петр Семенович. Ну, Ленина не имеет смысла у нас, и так полно, где Ленин у нас. Максим Горький, я думаю. В июне 1902 года приказчики и рабочие торгового дома «Квиль» и «Зубков» сушили вот здесь, на Хлебной площади, семена подсолнечника. Ни стояли жаркие, подсолнечник сох прекрасно, так что и убирать его на ночь не было никакого смысла. Нужно было только прикрыть его брезентом вместе с мешками, в которые подразумевалось этот самый подсолнечник, потом ссыпать. Но вот здесь-то приказчики и рабочие просчитались. Именно ночью и брезент, и порожние мешки усохли, так что от них не осталось и следа. Приказчики начали кричать на рабочих, рабочие друг на друга, но кричи, не кричи, а криками делу не поможешь. Тогда приказчики торгового дома начали выслеживать вора. И совсем скоро, 11 июня, один из них, Абрамович, заметил своего же рабочего, который вошел в лавочку, находившуюся совсем неподалеку. И вскоре вышел из этой лавочки обратно, но уже без мешков. Тут на сцену явилась полиция, которая обнаружила в этой самой лавочке, принадлежавшей самарскому мещанину Александру Павловичу Золотову, украденные мешки торгового дома «Квиль» в количестве 30 штук. Казалось бы, отпираться не было смысла, но признаваться Золотов не спешил. Мол, какая такая кража? Я о ней ничего и слыхом не слыхивал. Купил я эти мешки, у татарина купил, у старевщика, по 12 копеек за штуку. Но и полиция была не лыком шита. Она живо разыскала того самого рабочего, который сознался, что да, мешки эти он украл. Дело было так. В день получения жалования он напился пьян и был раздет на берегу Волги. А чтобы купить хоть какой-нибудь сносный костюм, украл эти самые мешки, будь они неладны и все такое прочее. Изучал я биографию такого Бориса Ивановича Николаевского. Он в первой половине 20 века, когда он эмигрировал, он был меньшевиком, в общем-то поэтому эмигрировал за рубеж, стал одним из самых известных в мире исследователей русского политического масонства, ну и вообще всяких революционных событий. То есть такой уважаемый, известный человек. Но когда он жил в Самаре, он был еще совсем молодым, здесь он учился в гимназии мужской, и связался он с такими же юными, как он, революционерами, его исключили из гимназии, и у них было что-то вроде коммунное, таких полуразгильдяев, полуреволюционеров. Жили они где-то на окраине города, достаточно скудно, в Складчину снимали эту самую квартиру и в Складчину и питались. И однажды у них не было ничего поесть, и, в общем-то, Николаевский догадался своровать у соседа курицу, которую они тут же съели. В результате Николаевский написал заметку в статью, в газету «Самарский курьер», такую достаточно остроумную, за которую дали тоже немного денег ему. Сосед пришел, но пришел не предъявлять претензии, а пришел сказать, что он выяснил о том, что у него украли курицу из газеты. Да, и таким образом Николаевский и денег получил, и курицу съел. Ну, в общем, это был такой эпизод из его революционной юности. 6 июля, приехав в Самару с женой, крестьянин Сидоров разместился на ночь в одном из бараков на берегу Волги, неподалеку от той самой лавочки Золотова. И надо же было такому случиться, чтобы в эту ночь жена крестьянина Сидорова собралась разрешиться от бремени. С радости ли, с горя ли, Сидоров пошел купить водки. Козенки были уже закрыты, и вот тут-то перед ним, как из-под земли, вырос Золотов, который сказал, что есть у него, есть водка, рядом совсем. Они пошли в лавку к Золотову, но водки оказалось совсем мало. Тогда Золотов пообещал найти еще полбутылки, мол, тут недалеко, и повел Сидорова в сторону от своей лавки. И вот тут-то началось неожиданное. Золотов вдруг схватил Сидорова за глотку, а появившиеся неизвестно откуда двое неизвестных разорвали у крестьянина Сидорова верхние штаны и оторвали от нижних карман с пятью рублями и пятьюдесятью копейками, после чего вместе с Золотовым исчезли во мраке ночи. На другой день, когда боль в глотке улеглась и появилась возможность говорить, Сидоров заявил обо всем, что с ним приключилось в полицейской части. И хотя почти никаких улик против Золотова не было, дознание все-таки началось. Потому что незнающий города деревенский мужик Сидоров очень ярко обрисовал и Золотова, и обстановку его лапочки, куда они заходили за водкой. На суде прокурор в своей речи доказывал наличность преступления. А вот защитник, указывая на отсутствие улик, утверждал, что вся картина грабежа представляется ему неестественной. Мол, почему Сидоров не кричал? Ведь поблизости находились и другие лавочки, и ночлежки, да и улица, где все произошло, довольно людная. Но все эти аргументы не убедили присяжных заседателей, которые признали Золотова виновным. А суд приговорил его к четырем годам каторжных работ, выслушав этот приговор, Золотов в бессильной злобе осыпал жертву своего преступления ругательствами. В мае 1914 года такое затишье перед бурей, перед Первой мировой революцией, остальными событиями, и внезапно город потряс такой случай, когда в районе реки Самарка возле железнодорожного моста начинают находить каждую неделю фрагменты женского тела во время разлива, собственно, реки. И выясняется, что убитой была крестьянка Кусакина. Собственно, расследованием занимался сам Афанасий Петрович Барынин, с помощником, в свое время Аркадий Францевич Кашко, который был фактически главным сыщиком, криминалистом дореволюционной России, он говорил, что самое трудное в делах – это найти вот эту первую ниточку, потянув за которую, в результате распутается весь клубок. Вот Барынин две таких ниточки нашел. Первая – это юбка черная, в которой было замотано тело, которую никто не признал как вещь убитой среди тех, кого он опрашивал. И выяснилось, что, ну, стало понятно, что вещь, наверное, имеет отношение к этому убийству. А вторая ниточка – это Барынин рассказывал в интервью «Голосу Самары», уже после того, как дело было закрыто, что он сидел на берегу Самарки и услышал, как рядом крестьянки моют одежду и говорят, что вот у меня в ту ночь корова кричала, так кричала, что якобы кровь почуяла. И он проследил за этими женщинами, выяснил, где они живут, что позволило локализовать место преступления. То есть он в итоге обнаружил, что это была целая банда, которая, в общем, изначально замыслила это убийство. Они Кусакину ограбили, расчленили и выбросили все это в реку. Хотя изначально подозревали ее мужа, поскольку он даже пытался подкупить сторожа в морге, чтобы тело похоронили до того, как будет произведено опознание. Голь на выдумки хитра, утверждает молва. И молва врать не будет. Особенно если дело касается тех выдумок, которые связаны с тем, как себя прокормить, а может быть и напоить тоже. Вот об этих выдумках и рассказывали экспонаты музея криминальной истории, находившегося когда-то вот в этом здании на бывшей Алексеевской площади. 23 января 1902 года у крестьянина села Каменный Брод Николаевского уезда Дерлюгина также была угнана лошадь от лавок на Троицком базаре. А вечером этого же дня лошадь нашли. Правда, в санях не оказалось бутыли с 20 литрами керосина и дорогого кнута. А пока сыщики разыскивали лошадь крестьянина Дерлюгина, на Заводской улице другой крестьянин Хадибулов задержал выходящую из лавки пьяную крестьянку Антонову, которая несла 16 пустых мешков. Для того, чтобы завладеть этими мешками, Антоновой пришлось сломать замок лавки. Однако уйти далеко ей не удалось. Свой брат-крестьянин схватил воровку практически на месте преступления. Эти тени проклинают хором жизнь свою, совесть песней усыпляют баюшки о бою. С вами был Михаил Перепелкин.